Разберем флаги для нод в чоп-контексте. Для чего они нужны и что умеют. Итак, вы уже поняли, что дисплей и флаг нам показывают текущие каналы в панели MotionFXView. И мы можем включать их несколько, при этом и Shift держать не нужно. Мы хоть все можем включить и посмотреть, как в процессе сетки изменяются наши каналы. Если я нажму с контролом, то я включаю только эту ноду, все остальные выключаются. Об этом даже в подсказке написано, что обычный клик включает отображение, а контрол клик делает нам эксклюзивное отображение, так называемое. Дальше, второй флаг, он называется Output. Ну, немного как-то спорить с флагом Export, да? Примерно одна и та же задача, но на самом деле нет. Export имеет конкретное назначение. Это экспорт анимационных каналов из чоп-контекста, ну, куда-то там еще. А Output используется для выбора ноды, которая является финальной в сабнетворке. Так же, как мы в саб-контексте, дисплей флагом говорим, какая из нод будет финальной, мы флагом Output задаем финальную ноду в сабнетворке. То есть у нас есть сабнет, у него есть output. И данные какой ноды придут у нас вот здесь, из аутпута, из этого сабнетворка. За это как раз и отвечает флаг Output. Давайте возьмем вот эти ноды. Все закинем в сабнет. И включим его. Какую мы видим ноду? Заходим сюда. И это нода Export. Если мы включим ее здесь, это будет нода Rename. Ну, давайте сделаем какой-нибудь Shift, чтобы мы видели разницу. Нода Rename. А если так, то нода Export. И этим флагом мы обозначаем, какой будет результат, виден нам вот здесь. Вот на этом выходе. Далее. Флаг Export вам уже знаком. Он экспортирует анимационные каналы на какие-то конкретные параметры. Что у него есть интересное. Смотрите. Сейчас я здесь сделаю отмену. Выйдем назад. С этим флагом есть один момент. Из одной сетки я могу экспортировать из нескольких нод. Но, если у меня здесь каналы называются определенным образом и делают override в конкретную ноду, то если я здесь нажму флаг Export, то получится то же самое. Она будет пытаться override на те же параметры. Это будет конфликт. Давайте попробуем. Нажмем. И у нас появляется предупреждение. Здесь написано, что две чоп ноды пытаются экспортить в тот же самый destination. На те же самые параметры. Что нам нужно делать? Либо мы un-export, то есть отключаем noise atd1, либо отключаем lat1, ну вот эту ноду. Мы должны выбрать. Ну давайте нажмем вот это. То есть мы выключили, отменили включение этого флага. Хорошо. Но здесь-то у нас уже называется по-другому. Сфера 2. Нажимаем. И нам говорят, нет, здесь тоже у нас есть конфликт. Потому что в другом сабнетворке чоп нет 1 есть уже экспорт на эти параметры. То есть здесь еще идет проверка между контекстами. Что мы можем сделать? Ну мы жмем отключить те, пускай здесь включается экспорт. То есть из вот этого чоп нета флаг выключился. И таким образом, что логично в принципе, мы не можем с двух нод делать экспорт на один и тот же параметр. Нам нужно выбрать одну из них. А так в одной сетке, как видите, можно включать сколько угодно экспортных флагов. Ну и последний флаг, это флаг bypass. Он как обычно, просто отключает ноду. И она больше не работает. Единственное, что нужно учитывать. Отключение этой ноды не означает, что она перестает экспортировать. Она просто не делает свои действия. Но пришедший канал она также экспортирует. И конкретно в данном случае, что у нас произойдет? Нода не произведет rename. А значит, каналы будут пытаться экспортироваться по старому имени. Если я отключаю, мне снова выпадает окошко. Что нужно сделать? Либо мы отключаем экспорт на этой ноде, либо отключаем экспорт, который у нас установлен выше. Отключаем. Видите, флаг экспорт, он по-прежнему активен. Нода не вся задесаблилась. То есть экспорт по-прежнему происходит. Проверим это. Вот она нода. Сферка наша по-прежнему двигается. Несмотря на то, что экспорт флаг у нас стоит всего один на задесабленной ноде. Если мы выключим bypass, то у нас произойдет rename и будет уже двигаться другая сферка. Как нам это проверить? А давайте попробуем. Найдем сферу. Color Пускай будет это красная. Ну, а та белая останется. Мы выключаем сферу и у нас идет override на красную. Когда мы включаем, происходит rename и теперь на вторую сферу происходит override на белую. И по флагам это все.